В этом видео вы узнаете, кем на самом деле является Нью-Вилет. Сначала я расскажу, как мне вообще пришла идея для этого видео. Возвращаемся на пару дней назад, к моменту, когда он выходит в игре. Я его, конечно же, выбиваю для того, чтобы сделать историю быстрее. И что я вижу? У него нет целых пяти историй персонажа. Но это далеко не всё. У него также отсутствуют некоторые вайслайны, целых восемь штук. А всё это откроется, когда мы завершим какое-то задание. А если вы тоже хотите выбивать новых персонажей, на сайте Genshin Drop можно купить кристаллы и уну дешевле, чем в игре. Это полностью безопасно, ведь нужен только ваш UID. Моментальные выводы, конкурсы, раздачи и ивенты. Всё это тебя ждёт на Genshin Drop. Также на сайте появились полностью бесплатные коробки, для открытия которых достаточно участвовать в активности сайта и отмечаться каждый день. А по промокоду на экране вы получите чайники, на которые сразу можете открыть коробочку Pymen. Ссылка в описании, ну а мы продолжаем. Итак, мы имеем незаконченную историю персонажа и недостаток некоторых вайслайнов. Кстати, насчёт этих не вышедших вайслайнов. Моё внимание привлекли именно эти вайслайны. Ну и как вы можете заметить, здесь явно кого-то не хватает. А именно Гидроархонта. Первая мысль была о том, что он ничего не будет о ней говорить, потому что сам будет являться Гидроархонтом. Ну и как раз, если вы проходили сюжетку 4.1, думаю, понимаете о чём я. Но Нёвилет всё равно говорит о Фурине как о Фурине, а не как о Гидроархонте. Может быть потому, что он лично с ней знаком, а может быть и что-то другое. В общем, к чему это я? Скорее всего он не является Гидроархонтом, а кем-то другим, ну или чем-то другим. Об этом мы поговорим чуть позже. Для продолжения, давайте вернёмся к версии 4.0. В этой сюжетке нам всячески намекали, что если в Фонтейне идёт дождь, то это плачет Гидродракон. И всегда мы рядом видели именно Нёвилета. У Юдекса, кстати, есть фразы о дожде. Нёвилет же парирует все эти предположения о драконе своим войслайном. Или же нет. Ну и как вы уже могли. В этом видео будет много войслайнов. У нашего студии есть ещё один интересный войслайн. В нём он говорит о вишопах и вспоминает старые обычаи драконов. С виду это, конечно, обычный войслайн, но меня заинтересовал этот момент. Он говорит о драконах, кто-то из наших, наши ушедшие предки, мы. Я сначала подумал, что это может быть просто ошибка локализации. Поэтому я решил проверить, что там на других языках, и всё то же самое. Получается, Нёвилет официальный дракон? Но кому-то это доказательство может показаться слабеньким и неуверенным. Тогда приготовьтесь, далее вас ждёт 99% доказательство этой теории. Самое главное доказательство этой теории на ваших экранах и в ваших ушах. Нёвиле сказал, что сейчас, когда он вернулся, из рук узурпаторов часть власти семерых, он вновь обрёл свой истинный облик. Теперь он достиг полной формы дракона и достаточно могуществен, чтобы судить остальных богов. А его судьба свершится над королём узурпатором в небесах. А теперь я хочу задать вопрос. Зачем разработчики добавили это в игру сейчас, если учитывать, что они скрыли несколько войслайнов и истории персонажа? Мне кажется, что это просто ошибка, которая спойлерит нам сюжетку в будущем. Или же это просто гениальный байт от разработчиков? Своё мнение пишите обязательно в комментариях, ну а мы пока сделаем вывод. Итак, давайте суммируем всё, что у нас есть на данный момент. Незаконченная история персонажа, плюс вопросы с войслайном Фурины. Теория о том, что дракон Нёвилет плачет и в фонтене идёт дождь из версии 4.0. Войслайн Нёвилета о вишопах. И самое главное, войслайн, который мог быть по ошибке, добавлен в игру. А достаточно вам этого или нет, можете написать в комментариях. Лично я считаю, что Нёвилет, скорее всего, и правда является гидродраконом. А на этом теория подходит к концу. Жду ваше мнение в комментариях касательно всего этого. Также можете посмотреть прошлые видео о Нёвилете. Вот они и на экране. Ну и по классике, не забывайте подписываться, не скипайте диалоги в игре. И всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok